Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. Вместе со мной сегодня... Айсель, как всегда. В такой прекрасной кофточке под цвет моего чехла. Откуда ты знаешь, что я купила такой чехол? И сегодня у нас хот-доги, но их нужно кушать очень аккуратно, потому что они немного разваливаются, поэтому будь бдительна и аккуратна. И давайте приступим. Давайте. Как в жизни, Айсель, как? Ты в курсе, что VPN больше не надо? У меня в телефоне около 15 VPN было. Да, да. Вообще было очень сложно в период как раз-таки войны использовать интернет. Хотя все использовали, согласись. Да. Эти ограничения, я не знаю для кого, были. У меня буквально несколько дней не было, а потом уже все стабилизировалось. Все видео выкладывал мне брат, загружал и все дела. Но теперь я могу самостоятельно, сама все это делать. Не разваливаются у тебя, кстати, случайно? Нормально. Пока что. Булочка. Булочка супер мягкая, прям сочная. Очень вкусно. Ну, как всегда. Готовила мамочка. Родненькая. Всех с победой. Да, поздравляем всех. Сегодня будем делать ногти, ля и сель. Она, правда, с цветом не определилась. У меня есть цвет, очень похожий на твою духовточку. Мы можем сделать такой. Нежный. Можно. Очень вкусные получились. Картошечка фрия. Производство мамина. Какие хрустящие. Обычно сель всегда приходит прям вовремя. Что произошло сегодня, рассказывает. Искупалась, я опоздала. Утром еще искупалась. Немножко опоздала на 10 минут. Обычно просто сель очень пунктуальна. Да, я не люблю опаздывать. Вообще не люблю. И не люблю людей, которые тоже опаздывают. А я люблю опаздывать и люблю ждать. У меня есть двоюродный брат. Он всегда, например, да, опаздывает минимум на 30-40 минут. Часто он мне звонит и говорит, спускай бабушку, я ее отвезу к нам. И бабушка сразу такая спохватилась, спускается вниз. Я говорю, куда ты? Ты не знаешь. Моего двоюродного брата, он приедет через полчаса. Она говорит, нет, давай спустимся. Нет, давай спустимся. И в конце мы полчаса ждем его внизу. Сидим на этой лавочке. Люблю очень, люблю пунктуальных людей, которые все вовремя делают. Ты сама тоже очень пунктуальный человек. Я тоже была в шоке, когда сегодня я себе позвонила и сказала, я на 10 минут опоздаю. Я такая в шоке. Это она вообще. У вас, например, на работе тоже, да, такое? Да, нужно вовремя проходить. На съемочную площадку. А если опаздываешь каждый раз, есть штрафы какие-то? Да, есть. Машина открыла. Из-за отплаты вычитывая, я вам перевожу. Разваливаются, но очень вкусно. Мне попался, который не разваливается, слава богу, я хитрая. Но я знаю, какой брать. Нет, мне кажется, опаздывать именно на съемочную площадку это еще сложнее, чем опаздывать просто на работу. Получается, что все стоят и ждут тебя, да? Да, вся съемочная группа ждет тебя, когда ты придешь. Или они могут снимать другую сцену, например? Нет? Они зовут, да, тех людей. Например, сегодня, вчера, то есть я была на съемках, меня позвали в 10, это очень в 11. Других людей, например, в 9. До 11 они снимают те сцены, которые у меня нету. После 11 они снимают те сцены, которые есть я. Если я опоздать, то они ждут меня. Да там я тебе так скажу, стервочек, а у меня мама смотрит. Кстати, что знаешь, всегда мечтала, чтобы у меня была подруга или знакомая, которая снимается в сериале, который я смотрю, и спрашивать у нее, что будет дальше. А вы, например, знаете сценарий? Что будет? Мы снимаем на 10-15 сцен раньше, то есть если вы смотрите 20-ю сцену, мы снимаем 35-ю, 40-ую серию. Ты, например, знаешь, чем сериал закончится? А-а-а. То есть процесс съемки, ты видишь, что происходит? Да. Это интересно. И самое интересное тоже, как это все будет заканчиваться. Я думала, они все уже знают, сценарий сначала читают. Ну, целый. А если смогут написать? Они по частям пишут, и вы по частям это играете. Угу. Такие дела. Интересно. Да. Ты уже наелась, видимо, или нет? Я не завтракала. Кажется, в этот раз мне попался неразваливающий. Да? Вот у меня неразваливающий. Он там, вот этот уже развалился. Но я люблю хот-доги. Я тоже. Особенно, знаешь, в России очень вкусные хот-доги. Это прям нечто. Пробуем? А здесь таких вкусных нету, как там. Там прям и сосиски, и вообще колбаски. Все там вкуснее. Ммм. Сиска, прицел, колбасок и сосисок. Они бывают очень вкусные, реально. Папа всегда, когда приезжает, в прошлый раз, когда мне посылку отправила, не было палок колбасы, представляешь? Да, я смотрела это видео. Что за сосиски? Кёс лямя. Семь лидат. Ну, что вкуснее? Кёс лямя и Семь лидат, это одно и то же? Семь лидат, это фирма. А, а Кёс лямя, это под... Имя. Сосиски. Вид такой сосисок. Кёс лямя сосиски. Из молочной, чёс лямя. Смотря какого производства, да. Обязательно подписывайтесь на инстаграм, ссылочка будет внизу, если вы хотите увидеть первыми, что будет с ней. С ее ногтями. Да, точно. Но Сеть говорит, что у нее особо так гель-лак не держится. Да. У меня, в общем, наращивание тоже не держалось. Я делала три раза наращивание ногтей, но они держались не больше трех недель. Двух с половиной недель даже. Может, ты как-то сама это откалывала? Не трогала ты сама? Однажды я искупалась, и она сама отвалилась. Вот, в последний раз, она тоже отвалилась. У меня всегда все держится. Но у меня есть подруга, у которой никогда, ни у какого мастера не держится гель-лак. Наверное, это структура ногтя, что ли, или жирные ногти. Наверное, жирные ногти. Возможно, из-за этого. Наверное. Видишь, умяли мы с тобой. Вот это уже разваливающийся мне достал. У меня вот этот попался. Да. Я такая вот так, вот так. Никак не могу. В школу вы так же не ходите, да? Нет. А к учителям хожу. Но не устали так, как раньше. Почему? Уже привыкла? Да, уже привыкла. И начала активничать в ТикТоке, кстати. Подписывайтесь. Я оставлю ссылочку. В ТикТоке я вчера или позавчера сняла видео. Полмиллиона набрала. Вроде обычное видео, я не знаю. Но это такое залетает. Такая фигня залетает. Я тоже однажды. Но на днях сняла одно видео. Это было за долгое время первое видео. И на это набрало где-то 100 тысяч просмотров. Это было про... Ээээ... Этого... Про нашу страну, то есть про Карабах. Да. Да. Сейчас все время они придут и напишут там эти нехорошие комментарии. Мне в рекомендациях не выходило это видео. Странно. Хотя в ТикТок не так часто захочу. Мы можем с тобой сегодня поснимать ТикТоке. Да, точно. В тот раз мы, например, не сняли ТикТоки. В этот раз можно. Просто я не знаю, успеем или нет. Нам еще ногти делать. Да. Если не успеем, ТикТок останется на какой-то другой день. Все равно осень моя соседка. Кстати, в комментариях я видела комментарии, что почему-то Аси любишь больше, а вот тех девчонок, с которыми ты снимала мукпанг, две девочки, Амина и Фарида. Вот Амина и Фарида. Почему с ними не снимаешь, я могу объяснить. Аси очень душевный человек. Она просто пупсик. Начнем с этого. Но дело в том, что Амина и Фарида, они живут очень далеко от меня. Ну, очень далеко. Они на 20 января живут. Представляешь, другой конец города. Им тоже трудно приходить сюда. И им тяжело, и мне тяжело. Да, сейчас метро не работает, чтобы две минуты вот так прийти, снять. Трудно сейчас реально. Но у меня в гостях скоро будет. Очень интересный гость. Даже Аси ее знает лично. Вот. Причем будет не просто мукпанг, а, наверное, даже ПП мукпанг будет. Ну, давайте, догадывайтесь. Аси уже все знает про меня. Здесь я перестану с ней дружить, и мне конец. Она меня позорит. Нет, конечно, она пупсик тоже. Я сегодня Асель сказала, что приходи с пустыми руками. И что ты сделала? Я купила вкусняшки. Я сказала, приходи с пустыми руками, иначе ты не войдешь в дверь. А ты вошла, а потом открыла из рюкзака вкусняшки. Видите, какая я хитрая. Больше никогда так не делай. Я тебе сказала. Больше никогда так не делай. Мне сделай. Мне просто как-то не по себе бывает. Я прихожу, бесплатно кушаю и ухожу. Ты мне помогаешь снимать видео. Просто, наверное, это не по себе бывает. Чуть-чуть в этом не будешь делать ногти. Ну и что, пупсик, ты не работаешь. Вот когда ты будешь работать, тогда ты будешь платить за рестораны, понимаешь? Это как-то не по себе бывает. Решила все. Такое приятное. У меня почему-то такое ощущение. Даже мне мама сказала. Мама говорит, вот взять всех твоих подруг. Мне кажется, говорит, сосель, ты как-то более трепетно относишься к ней. У меня просто такое ощущение, что ты моя младшая сестра, честно. Может, у тебя нету сестры? Наверное. Может, потому что от тебя вкусно пахнет, и тебе хочется съесть. Возможно, из-за этого. Наверное. От меня, каждый раз, сразу духами пахнет. От тебя так пахнет, вот реально, вот вы не знаете, что я сейчас ощущаю. Вот она заходит в дверь. И всегда у тебя такие ароматы, прям вот, я не знаю, ты цитрусовыми пользуешься, или какой-то аромат. Я мандарины очень люблю. А от тебя пахнет мандаринами, понимаешь? Ты просто не знаешь, что ты со мной делаешь. Все, нет, да, он похож немножко, запах похож на такие цитрусовые, цитрусовый запах, так скажем. Я очень люблю мандарины, очень. Кстати, будешь мандарин у меня там есть? Буду. Когда будем много с тебя делать, попьем чайку с вкусняшками. Обязательно. На этом все. Обязательно подписывайтесь на ТикТок, ссылочка будет внизу. И сейчас мы пойдем делать маникюрчик для Айсей. Результат вы увидите в Инстаграме. Всех целуем, всех любим. Пока.